Под водой елку устанавливали Дед Мороз, Снегурочка и персонажи из мультфильмов. К погружению вместе с новогодним деревом дайверы готовились два месяца, говорит Андрей Бондаренко. Тренировались во всем том, что есть. Немножко пострадало. Снимали по ночам, не выспались. Главное, это все ради детей было. Атрибуты немножко необычные, нестандартная ситуация. Мы привыкли с такими ситуациями справляться. Реакцию детоке наблюдала. И самое приятное, конечно, от участницы, которая только начала обучение дайвингу. Она была в восторге, ей все понравилось. Она с удовольствием участвовала в репетициях. Ну и по реакции зала тоже было понятно, что детям все понравилось. На глубине более двух метров дайверы водили хоровод и выполняли акробатические трюки. Подобное шоу в Донецке провели впервые. В этом проекте задействовано порядка десяти человек. То есть большая часть, конечно же, это дайвингисты, ребята, которые непосредственно сегодня ныряли. Ну а остальные уже сопровождены. Собравшиеся на шоу зрители за всем происходящим под водой могли следить с большого экрана. У детей восторг вызвали известные мультипликационные герои. Мне понравилось, что там водяной такой смешной, все так хорошо, отлично плавали все. Мне бы тоже так хотелось там с елку, с Дедом Морозом под водой. Ну вот это было прикольно, как по экрану показывали, вот это там костюмы там всякие. Медленно было, это было смешно. Мы там с Кирой посмеялись немного, все. Елка пробудет на Дебосейна до 31 декабря. Чтобы посмотреть на подводный символ Нового года, посетителям предложат нырнуть с аквалангом. Игорь Тарасевич, Артем Молчанов, Панорама.